Вегетарианский образ жизни выбрали 17% населения земного шара. Это говорит о стремлении людей к более здоровому образу жизни, предотвращению различных заболеваний, гуманному отношению к животным. Официальный лозунг вегетарианцев звучит так – «Я никого не ем». Из этого следует, что отказ от мясной пищи требует от человека силы воли, самодисциплины и особого философского мышления. Недаром именно вегетарианцы издревле достигали духовных высот. Я стала вегетарианкой исключительно по этическим причинам, потому что считаю это жестоко и аморально. Все началось с вопроса, задала себе просто, что я ем. Потом, естественно, перечитала массу информации и пришла к такому выбору. Как в семье относится к тому, что ты вегетарианка? Мама относится, в принципе, положительно, а папа – не совсем. Ну, то есть он привык к традиционному питанию и считает, что это ненормально. У врачей на этот счет свое мнение. И главный принцип, которого они советуют придерживаться всем, кто решил отказаться от пищи животного происхождения – не навреди. Ведь если человек с детства ел мясо, то его организм сформировал особую микрофлору, адаптированную под то, чтобы перерабатывать этот продукт с пользой для организма. Поэтому резкие эксперименты могут плачевно сказаться на здоровье. Потому что микрофлора очень чувствительна к воздействию и внутренней, и внешней среды. На нее губительно действуют стрессы, например, злоупотребление мучными и сладкими продуктами, злоупотребление жирными, копчеными, солеными продуктами. На микрофлору губительно действуют многие медицинские препараты, в том числе, например, антибиотики, гормональные лекарственные средства. На микрофлору губительно действуют переедание, потребление алкоголя, курения и так далее. И с этой позиции мы можем поставить себе вопрос, а если у нас вообще люди с абсолютно здоровым кишечником. Люди, желающие стать вегетарианцами, должны отдавать себе отчет в том, что стоит за этим решением. Организм, конечно, умеет приспосабливаться к тем условиям, которые ему диктует хозяин, но для этого нужно соблюсти множество факторов, таких как время, режим, сбалансированный рацион. Надо сказать, что весь период существования вегетарианства, существуют также противоречия и споры между вегетарианцами и мясоедами, которые касаются двух основных проблем. Первая проблема – это недостаточное содержание или отсутствие некоторых аминокислот в растительных продуктах. И вторая проблема – это отсутствие витамина В12 в любых растительных продуктах. А витамин этот нам очень необходим для обеспечения процесса кроветворения. Вегетарианство – это не просто способ питания, это понятие более широкое – образ жизни, мировоззрение. И прежде чем изменить свой рацион, надо изменить мышление. Ведь переход к вегетарианскому образу жизни – это серьезный и ответственный шаг, который не всегда хорошо сказывается на здоровье. Продолжение следует... Продолжение следует...